Всем привет! С вами Юрий Ульянов. Это Влог-неделька. Самая интересная, забавная и полезная за прошедшую неделю. Давайте начнем сразу с больших новостей мирового масштаба. Это новости спорта. Сейчас вы можете видеть, как был установлен и зафиксирован новый рекорд Книги рекордов Гиннесса. Вот эта собачка самая быстрая собачка на планете из всех, которые взрывают шарики. Она просто не может остановиться, пока не взорвет их все. И, видимо, получает массу удовольствия от этого. И, кстати, о собачках сегодня с утра я получила милейшее видео от одной из зрителей с под псевдонимом Ирина Бутиерес. И в этот момент я вспомнила, что совершенно ничего вам не рассказываю о тех собачках, которые живут здесь, в Варне. Находясь в Варне всего пару недель, можно увидеть маленьких собачек всех размеров, оттенков и пород. Маленькие средние шпицы, французские бульдоги, мопсы, чихуахуа и даже то, что я просто не знаю даже как назвать. Иногда мне кажется, что здесь вместе с первым паспортом сразу же в семью отдают маленькую собачку. Потому что, серьезно, их столько, вы просто не представляете сколько. Иногда они настолько трогательные и милые, что я чувствую себя как героиня этого маленького мультика. Хочется схватить ее, затискать, убежать куда-нибудь, еще раз затискать, а потом отпустить. Потому что, пока мне кажется, что при всей их прелести с собачками больше возник, чем радости. То есть, у меня была маленькая собачка, например, мопс, то я бы обязательно ее сфотографировала и сделала вот такую вот гифку. И, между прочим, приложение Lumiere вы можете сделать такую же фотографию для себя, для своей кошки и вообще для кого захотите. И там реально есть очень прикольные анимационные фишечки. Поэтому мне кажется, что на него стоит взглянуть, если даже не для того, чтобы выкладывать фотки в инстаграм, а просто поделиться чем-то забавным своими друзьями и знакомыми. Вы можете даже кого-то удивить, потому что большая часть интернет-сообщества сейчас балуется со своими фотографиями в приложении Prisma. И я на этой неделе также выложила кое-что обработанное в этой программе. Но, если честно, мне показалось, что это такое баловство на один-два дня, и все равно постоянно ты не будешь пользоваться этой программой. И, кстати, о новостях инстаграма они сообщили, что совсем скоро введут перевод на разные языки. То есть, теперь можно будет смотреть не только фотографии, но и понимать вообще все, чтобы они там не написали, не нарисовали и не начерикали на странном непонятном языке. А теперь давайте так. Вдохнули. Подготовились. Потому что сейчас нас ждет женщина в переменях. Что это? Как? Зачем? Почему? По какому поводу? Как это вообще можно было сделать? Вопросов гораздо больше, чем ответов. И я решила над ними не задумываться точно так же, как и над этой фотографией, где показан завтрак директора Ред-ДВ. В этой жизни иногда столько необъяснимого и потустороннего, что сейчас я добавлю еще немножко. Возможно, вы уже слышали про инстаграм Петки Никина, который выкладывает небольшие комиксы, где всегда четыре картинки, и три из них нагнетают саспенс, напряжение и ощущение ужаса. Ну, а четвертая картинка туда совершенно не вписывается, и весь ужас превращается в пародию. Вот я сейчас так хорошо прям объяснила. Есть напряжение, а потом шутка, это напряжение снимается шуткой, ха-ха-ха. Кто-нибудь вообще объясняет юмор? Вот вам либо что-то смешно, либо не смешно. Я сейчас так себя странно чувствую, я лучше накрашу губы. Потому что лучше накрасить губы, чем объяснять юмор. И, кстати, это дебют этой помады. Сегодня использую ее впервые. Естественно, в видео она появляется впервые. Это Max Factor, о котором мы с вами говорили на прошлой неделе. Коллекция Merlin Monroe. Оттенок номер один, Ruby Red. Как говорят, тот самый, который любила Merlin Monroe. Но фишка не в этом, а в том, что он подходит вообще всем. И тем, кому нужны более холодные, и тем, кому нужны более теплые оттенки. И также обещают, что визуально она должна сделать ваши зубы белее. И в рекламе в этом моменте обычно такой какой-то лучик тут пробегает. И зубы выглядят как жемчужинки. Честно говоря, я не знаю насчет этого. Мне просто действительно понравился оттенок. Когда нанесла его в магазин, мне показалось, что я выгляжу посвежее с этим оттенком, чем без него. И я еще сомневалась в том, что думала, что у меня есть несколько красных помад. И когда я стала их искать, я поняла, что при переезде я их все выкинула. Поэтому теперь у меня официально две красные помады. Вот это и красный лак для губ от Catrice. И мне, кстати, понравился этот X вот здесь. Если заметили, после нанесения цвет стал более ярким. То есть изначально его можно сделать немножко полегче. Ну и сейчас неожиданная новость, которая у очень многих в интернете вызвала какой-то странный восторг. Ну естественно, у тех, кто до этого не знал, что вот эти маленькие кусочки ткани, которые бывают пришиты вместе с одеждой, они нужны не для заплатки, а для того, чтобы положить стиральную машину и посмотреть, каким образом будет себя вести ткань при стирке. В общем, если вы вдруг не знали, получили кусочек ткани с какой-то одеждой, то теперь у вас есть варианты, что с ней делать. На этом деле я получила посылку вот с этой палеткой, которая меня долго дразнила, соблазняла. И вот наконец-то она ко мне приехала. Я показывала ее в инстаграм, конечно, очень многие попросили сразу ее показать, и мне самой очень хотелось на нее посмотреть, и я первым делом сняла видеообзор на нее, не успев ее толком попробовать. Поэтому все подробности, красивую бабочку внутри и свочи этих оттенков можно посмотреть в том видео, а вот то, как они ведут себя в деле, то есть в макияже, можно будет посмотреть в отдельных видео, где я буду делать макияжи. Монтаж таких видео занимает чуть больше времени, чем каких-то других, поэтому я их выложу не раньше следующей недели. Но сразу могу сказать, что там будет не только что-то яркое и безумное из этих оттенков, но и очень спокойные легкие макияжи. Если вы видели фотографии в инстаграм, где у меня очень легкий такой макияж глаз, то он был сделан как раз вот с этой палетки, как и сегодняшний макияж. Вообще в обсуждении макияжа и этой палетки были зато на разные вопросы. Например, то, что сложно сделать с такой палеткой какой-то легкий макияж, и потом она просто будет валяться, потому что купишь ее как что-то красивое, не будешь использовать. Мне показалось, что легкие нюдовые макияжи с этой палетки получаются такими же классными, как и яркие, и насыщенные, ну а те, кто очень хотел увидеть меня без яркого макияжа глаз, то я есть практически в каждом видео, где я показываю макияж. И в новых видео о макияже я тоже сначала буду без макияжа. Также на этой неделе вышло видео о моем опыте использования коврика Прономат. Это такое тематическое видео, поэтому если у вас нет никаких-то болей, и вы знаете, как расслабляться, и целлюлит вас не мучает, то, наверное, вам будет неинтересно. Хотя, конечно, это первое видео, где я разговариваю с вами непосредственно из положения лежа, ну и, конечно, не первое видео, где я показываю кое-что из йоги, хотя на этом коврике впервые. Коврик Прономат задал тему возможных средств для борьбы с целлюлитом. А вот, кстати, еще одно. Это березовое масло от Веледы. Покупка этой недели. Если вы со мной давно тусуньтесь, то знаете, что с Веледой у меня странные отношения, и мне все время казались странными, непонятными, слишком дорогими их продукты, и я все время прям вот честно очень хотела найти что-то, что мне понравится. Нужно же что-то попробовать. С предысторией покончено, перейдем к самому маслу. Сколько я поняла, это масло березовых почек вместе с другими маслами. Все это в стекле, как обычно. И меня подкупило то, что по цене масла даже на 2 лево, то есть на 1 евро подешевле, можно взять целую упаковку. Надо сказать, что это масло я прям специально присматривала, и его практически нигде не было, только вот в одной аптеке я его нашла. Здесь еще и вот это, еще вот это, еще вот то. Во-первых, вот такая вот массажная штучка. Это массажерчик, очень быстро, хорошо разогревает. У меня когда-то такой был от какой-то другой марки, но я его успешно потеряла, поэтому теперь мне нравится делать массажик с вот этой штучкой. Также, вот это, кстати, коробка от самого масла. Здесь есть еще одна коробка с пробником такого же масла. Вот это я не поняла. В общем, типа, тебе понравилось, подари другу, пусть другу тоже понравится. Или это микропробник взять с собой один раз куда-нибудь. И также небольшой гель для душа. И прямо сейчас, если вы орфографический маньяк, и вы хотите получить такую дозу потрясающего удовольствия, сравнимого, я даже не знаю, с днем в спа, то, пожалуйста, это гель для душа с арникой А. Арника? Не арника, как я говорила в других видео. Вот и восторжествовала орфографическая справедливость у нас на районе. На районе не звонят, а звонят. А мы возвращаемся к маслу. У меня есть отдельное видео о целлюлитии и антицеллюлитных средствах. Все, что я делаю, я рассказываю там. И одна из этих вещей – это массаж. Вот для массажа такое масло очень здорово подходит. Особенно, когда сначала разогрейшь кожу вот с этой штучкой, а потом наносишь масло. Ну, опять же, для массажа оно отлично подходит, но это нифига не впитывается. Его рекомендуют наносить на влажную кожу, но это тоже вообще не вариант. Только с кремом. Вы можете сделать массаж с этим маслом, а потом сверху нанести крем. И вот тогда это все впитается максимально, насколько это возможно. В целом, пока я его не так долго использую, но заметила, что кожа стала более гладкой и ровной. Также мне понравился ароматик. Такой приятный, цитрусовый хвойный и ненавязчивый. На этой неделе узнала о новом каком-то странном тренде, где на солнечных очках появляется третий глаз. Зачем он нужен, пока непонятно, но вроде как выглядит прикольно. И он обычно у всех этих моделей съемный. То есть вы можете носить с двумя глазами, а если у вас там что-то на лбу вроде глаза прорезается, то можно надеть и третий. Может быть, у этого есть какая-то философия или какой-то скрытый смысл, но тренд есть тренд. Вот мы теперь о нем знаем. Отдельный привет всем бунтарям, которым после прошлого выпуска очень понравился хэштег. Я такая бунтарка и у нас пополнение. Посмотрите на эту фотографию. Кто-то собирается пить чай с печенькой, которая предназначена для кофе. Бунтарей становится все больше и больше. И возможно, вы уже знаете эту бунтарку от макияжа Энджи Кастелана. Это юмористические скетчи с макияжем, специально снятые, супер непрофессиональные. И в этих скетчах Энджи учит нас расслабляться по поводу макияжа. Мне, что больше всего нравится, это момент, когда она говорит Она накладывает какие-то тени и говорит Да, это неправильно. И что вы сделаете? Вы звоните в полицию? Нет. Нет полиции, которая следит за тем, как вы накладываете тени. Поэтому, если вам хочется начать или продолжать бунтовать в макияже, то обязательно посмотрите видео Энджи. После любого бунта нужно немножко расслабиться. И что же нас расслабляет? Конечно же, кошки. И космос. Это бескрайнее пространство космических кошек. Так, стоп. Не смотрите на них слишком долго, а то можете расслабиться и уснуть. Тем, кто расслабился, давайте быстренько посмотрим на героических сов. Очень качественно сделанные совы в костюмах супергероев. Особенно, мне кажется, сова-черная вдова вышла отлично. Кстати, совы-супергерои напомнили мне эту Аленку Бэтмена. Это шоколад супергероя, которого вы заслуживаете. Ам Бэтмен. Шоколадка, фломастеры, куча свободного времени. Вуаля. И пойдем дальше. Окей. Кстати, на этой неделе я узнала, что это вот, в общем-то, и есть ОК. Вот это О, а это Кей. Я никогда даже не задумывалась об этом. И может быть, это бесполезное знание, но раз я уж это знаю, раз знать я это не могу, и решила с вами поделиться. Окей. И раз уж все равно смотрим на пальцы, расскажу вам об интересном кольце безопасности. Это стартап, вроде как он набирает обороты, но пока непонятно, что с ним будет. Фишка в том, что вы просто носите на себе кольцо, и если вы чувствуете какую-то угрозу своей жизни, что-то с вами происходит в темном переулке, и кто-то там идет и дышит в спину, то можно просто нажать на кнопочку на кольце, и те люди, которых вы выберете, ваши родственники, знакомые, либо какие-то службы типа полиции, они будут оповещены о том, где вы находитесь. То есть это будет GPS, такой навигатор, и также они будут знать, что с вами как-то вот не все в порядке. При этом кольцо выглядит стильно, и если не знать, то в жизни не догадаешься, для чего оно и как работает. Исполнение классное, и функционал отличный. Итак, Игры Престолов закончились, по крайней мере, шестой сезон. Я, если честно, впервые после этого сезона получила такое моральное зрительское удовлетворение. Серь была очень длинная, насыщенная, и все, как мне кажется, получилось правильно. Возможно, этот сезон был не самым крутым на события, но он однозначно, по моему мнению, был самый целостный и самый яркий, самый качественный. Возможно, кстати, и самый дорогой, если учесть и эффекты, и вообще все затраты на девятую и десятую серии. И еще, мне кажется, этот сезон был клевым, потому что книжки уже закончились, и телевизионщики уже идут сами по своему сценарию. И я думаю, что в седьмом сезоне они могут развернуться так, что нам всем вообще понравилось. И, кстати, есть слухи, что уже будет и седьмой, и восьмой сезон, ну и также я уже, мне кажется, говорила про спин-офф, то есть отдельный сериал про Джона Сноу. Слухов много, что же в итоге будет, не знаю пока. Просто классно, сериал закончился, и реально впервые я почувствовала, что все было там правильно, без каких-либо вопросов. Еще быстренько покажу вот эти кругленькие патчики, последние две недели я вообще очень к ним прониклась, это патчи с салициловой кислотой, таких очень много в разных брендах, это просто кругляшки, которые мы клеим на ночь, на какие-то воспаления, на прыщи, на какие-то проблемные загрязненные поры. И они дают достаточно классный результат, то, что я до этого пробовала, наверное, я не успевала распробовать настолько, чтобы получить хоть какой-то результат. Здесь после одного, двух, трех дней уже очень сильный, явно заметный результат. Особенно сейчас, когда очень жарко, потоотделение, какая-то пыль, грязь, и с кожей могут происходить всякие нехорошие вещи, можно ей кое-чем помочь. При том, что с пилингами и разными очищающими средствами надо сейчас быть поосторожнее, лету все-таки и увлажнение нужно, а вот это точечные штучки. Работают они очень здорово, без подсушивания. Достану, покажу вам одну, но я уверена, что вы наверняка уже их видели. Здесь у меня на одной штучке 12 таких кружочков. Очень удобно, функционально, и результат мне действительно нравится. Что ж, мои дорогие, вот такая выдалась неделька, я уже обновляю свои красные губы. Во-первых, это очень приятненько, мне очень понравилось, как она лежит на губах, ничего не сушит, и оттенок все-таки классный. И во-вторых, когда у тебя в руках помада Marilyn Monroe, то тут невольно возникают мысли относительно миллиона поцелуев. Странно немножко получилось. Давайте уж, как мы с вами привыкли, ваш долгожданный и заслуженный миллион поцелуев со всей моей любовью. Я невероятно люблю, благодарю за то, что вы были со мной. Обязательно поставьте мне какой-нибудь плюсик, там сердечко или еще что-нибудь. Я обожаю, когда вы придумаете какие-то смешные сочетания. И это было в предыдущем, в прошлом выпуске, это было реально круто. Если вам что-то пришло в голову, у вас нет времени, поставьте мне хотя бы плюсик, что-нибудь, что бы символизировало то, что вы посмотрели это видео. И то, что мы с вами вместе на этой здоровой, красивой влогой недельковской. Волнием с вами обязательно. Увидимся. Всем пока. Ушлась кадр. Уууууууу!